Сегодня мы с вами поговорим о фильтрах. Фильтрах в бензопилах. Сколько их, где они находятся, когда их необходимо поменять или почистить. Для чего нужен вообще фильтр в бензопиле? Первое. Фильтр воздушный. Двигатель двухтактный. Наши бензопилы именно работают на двухтактном двигателе, как мы знаем. Они при работе используют воздух. Когда они работают, очень вокруг агрессивная среда. Много пыли, опилок, стружки, грязи. И чтобы это все не попало нам в двигатель, стоит фильтр. Соответственно, раз фильтр это все удерживает, значит он сам при этом загрязняется. Его необходимо прочищать или же менять. Фильтры служат по-разному. Есть более долговечные фильтры, есть как бы менее. И от самого ухода за фильтром тоже зависит его долговечность. Если вы поролоновые фильтры вымываете в бензине, соответственно он прослужит очень мало. Поролоновые фильтры, забегу вперед, скажу, моются только в воде, мыльной или промываются пылесосом или компрессором. Что нам понадобится сегодня? Нам понадобятся пассатижи, кусочек небольшой проволочки, дальше и отвертка, чтобы раскрутить, собственно говоря, крышки. Воздушные фильтры в бензопилах устанавливаются под крышками. Или же бывают специальные фильтры, которые вставляются на защёлках. У меня такой пилы нет, я вам не смогу показать. Мы сегодня с вами рассмотрим наши две подопытные пилы. Это бензопила Husqvarna 137 и бензопила Partner. Начнём с Husqvarna. Снимаем крышку, верхнюю. Непосредственно под ней находится наш фильтр. Снимаем. Вот наш фильтр. Итак, снимаем крышку. И вот мы видим непосредственно наш фильтр, который предохраняет наш двигатель. Снимаем его. Откручиваем два болтика. У меня кто-то постарался, болты разные. У вас, если всё с завода, будет под плоскую отвертку. Откручиваем. Снимаем. И вот мы видим этот фильтр. В принципе, вот эти загрязнения, они небольшие. Их достаточно пылесосиком или компрессором продуть, и всё, и можно ставить, и всё работать. Можно же помыть в мыльной воде специальной, да и в обычной какой-нибудь щёточкой. Помыли, просушили, и после этого устанавливаем назад. Здесь, в принципе, всё должно быть чисто. Если здесь какая-то есть непонятная грязь, то её необходимо прочищать и смотреть фильтр. Значит, где-то он у вас имеет повреждения и пропускает сюда грязь. Этого быть вообще не должно. Вот, ставим на место. Соответственно, мы его или почистили, или подули, поставили. Или же заменили на новый. Он может быть не с микросеткой, как у меня, а специальный такой материал, как прессованная вата такой. Вот, можно устанавливать его. Всё, а я надеваю назад крышку. Закручиваем. Винтики. И всё. Что же у нас с бензопилой партнер? Здесь у нас то же самое. Фильтр находится под крышкой основной. Снимаем её. И вот, что мы видим. Видите, уже грязь. Ну, это, в принципе, тоже некортично. Но я показываю то, что фильтр удержал эту грязь и не позволил ей пройти в двигатель. Соответственно, двигатель остался чистым и работать будет ещё долго и надёжно. Что мы видим? Фильтр наш грязный. Мы его можем так же продуть. В принципе, это даже вот это. Это небольшие загрязнения. Загрязнения бывают гораздо больше, когда уже вообще здесь ничего не видно. И вы понимаете, что даже если вы его помыли, он не чистый и пропускать воздух будет плохо. Необходимо такой фильтр, конечно же, менять. Или же, если имеет какие-то механические надрывы, порывы. Если даже есть маленькая какая-то дырочка, воздух по-любому будет больше проходить через эту именно дырочку. Потому что через неё пройти гораздо легче, чем через фильтр. Вся грязь будет через эту дырочку попадать в ваш двигатель. Поэтому обязательно фильтр чистим. Это, конечно, уже загрязнения большие. Я их пойду и помою. После этого высушу, поставлю вот так на место его и закрою крышкой. Это что касается воздушных фильтров. Но в пиле ещё есть и топливный фильтр. Об этом, кстати, мало кто знает. А если знают, не знают, как его достать и где он находится. Топливный фильтр в любой пиле находится непосредственно в бачке. То есть, прям внутри топливного бака стоит фильтр, который надо менять. Топливный фильтр чистить я как бы не советую. Потому что это ненадолго всё. Это временное решение проблемы. На очень короткий промежуток времени причём. Топливный фильтр проще поменять. По нынешним ценам он стоит 150 рублей. Это деньги небольшие. И ваша пила придёт в полную боевую готовность ещё на пару лет. Как его оттуда извлечь. Когда мы пробочку открутим, мы увидим там бензин и шланчики. Чтобы его оттуда достать, для этого мы берём эту проволочку и делаем на конце этой проволоки такой небольшой крюк. Примерно вот такой. С этой стороны можно ничего не делать. Теперь засовываем этот крючок в бак и достаем оттуда наш фильтр. Вот он фильтр. В принципе, эти загрязнения, вот мы видим, они уже появились. Вот они. Но это небольшие загрязнения. Пила будет работать ещё очень отлично. Фильтр менялся, скорее всего, недавно. Поэтому он недостаточно ещё набился всякой грязью. Такой фильтр менять, конечно, не стоит. Как проверить, работает вообще фильтр или нет? Для этого его необходимо снять и продуть. Если вы брезгуете прям так подуть, берём небольшой кусочек чистого кембрика, одеваем с этой стороны на фильтр и просто дуем. Не надо дуть на себя. Дуть надо от себя. Дуйте от себя. И если продувается всё легко, то фильтр, в принципе, чистый и менять его ещё не надо. Если же дуется с усилием, с таким приличным, фильтр уже надо заменить. Такой фильтр уже работать не будет. То же самое. Дальше его просто заменили на шланчик, закинули туда. И всё. И закрываем. То же самое в бензопиле Husqvarna. Откручиваем. Берём наш изготовленный крючок и извлекаем фильтр. Соскочил. Ну, ничего страшного. Вот. Смотрим. Фильтр, в принципе, то же самое имеет небольшие загрязнения, но это новый фильтр ещё видно сразу. Он, конечно, проработает ещё пару лет минимум. Берём шланчик опять, достаем и одеваем наш фильтр на шланг. Забросили в бак, всё готово. Как определить, работает фильтр или нет? Какие симптомы неисправного фильтра? В общем, если у вас неисправен воздушный фильтр, то пиле будет не хватать воздуха и, соответственно, она может начать глохнуть на холостых оборотах, если это происходит, в первую очередь смотрите воздушный фильтр. Возможно, вы его почистите и эта неисправность уйдёт. Если же неисправен топливный фильтр, то пиле будет не хватать бензина. В этом случае при нажатии на газ пила будет глохнуть. Соответственно, в первую очередь смотрите топливный фильтр. Если вы нажали на газ, пила заглохла, делаем крючок и лезем сюда. Если на холостых стало глохнуть, снимаем крышки и смотрим фильтр. Всё. На этом закончим.